Привет, друзья! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусной гороховой каши и открою несколько секретов, как без долгого замачивания быстро сварить горох. Для начала подготовим горох. Горох я беру самый обычный в ближайшем магазине. Перед покупкой обязательно смотрите на упаковке. Способ приготовления должно быть указано промыть, залить холодной водой и варить 40-60 минут. Такой горох будет быстро развариваться. Но если на упаковке указано, что горох перед варкой нужно замачивать, то такой горох придется варить очень долго. На этот случай есть несколько секретов, о которых я расскажу чуть позже. Итак, высыпаем горох в кастрюлю, где будем его варить и осматриваем на наличие мусора. Если мусор присутствует, то его необходимо убрать. В моем случае горох практически чистый. Теперь горох необходимо хорошо промыть несколько раз под проточной водой. Как можно видеть, вода очень мутная и необходимо промывать горох до тех пор, пока вода станет практически чистой. Это займет некоторое время, но пропускать этот этап не стоит. Все мы знаем, что употребление бобовых в пищу, в частности гороха, ведет к повышенному газообразованию и сдутию живота. Так вот, чем лучше вы промоете горох, тем меньше вас будет пучить после употребления гороховой каши или супа в пищу. Итак, горох промыли. Теперь его необходимо залить водой, так чтобы вода покрывала горох на 3-4 пальца сверху. У меня стандартная пачка гороха 800 грамм. Я вливаю в кастрюлю 1,5 литра воды. Этого количества воды полностью хватает для того, чтобы покрыть горох. И горох спокойно варился в течение часа и не подгорал. Накрываем кастрюлю крышкой и доводим до кипения. А пока вскипает наш горох, займемся приготовлением поджарки. Для поджарки необходимо мелко нарезать одну большую или несколько средних луковиц. Лук нарезайте так, как вы это привыкли делать для поджарки. Вот такой лучок у меня получился. Затем я беру копченую грудинку. Общим весом 500 грамм. Вы же можете взять больше или меньше. Это уже на ваше усмотрение. Грудинку необходимо нарезать произвольной формы. Я буду нарезать соломкой. Также вместо грудинки можно использовать бекон. Но как мы все знаем, что горох прекрасно сочетается с копченостями. Поэтому я и выбираю копченую грудинку. Подготовленную грудинку отправляем в разогретую сковороду. И обжариваем на среднем огне. Периодически помешивая до появления золотистой корочки. Пока мы занимались подготовкой поджарки, наш горох начал вскипать. На поверхности образуется пенка, которую необходимо снимать. Убавляем огонь на минимум. Максимально снимаем всю образовавшуюся пенку. И варим горох до готовности. Периодически помешивая и также снимая появляющуюся пенку с поверхности кастрюли. Как я уже говорила, у меня горох хорошего качества. И он будет готов уже через 40-60 минут после варки. Но если у вас горох, который необходимо замачивать перед варкой, то замачиваем его на 10-15 минут в холодной воде. И добавляем в воду пол чайной ложки соды. Через 15 минут промываем горох под проточной водой и ставим варить. После соды горох быстрее разварится. Также в процессе варки небольшими порциями подливаем ледяную воду. От перепада температуры горох начнет трескаться, что способствует быстрому развариванию гороха. Тем временем наша грудинка поджарилась. Отправляем в сковороду подготовленный лук. Хорошо перемешиваем и обжариваем все вместе на среднем огне. Периодически помешивая до готовности лука. Лук должен подрумяниться. За пару минут до готовности добавляем молотый перец по вкусу. Я использую смесь перцев. После чего еще раз хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Наша поджарка для каши готова. Тем временем горох у нас практически готов. Как можно видеть, горох практически весь разварился. На это у меня ушло ровно час. Добавляю соль по вкусу. Хорошо перемешиваю и оставляю еще на пару минут потомиться под крышкой. Но на данном этапе нужно следить, чтобы каша не пригорела. Потому как воды в кастрюле стало гораздо меньше. А разваренный горох в качестве пюре оседает на дно кастрюли. Есть большая вероятность того, что он может пригореть. Поэтому следите лучше и мешайте чаще. Прошло еще пару минут и наша гороховая каша абсолютно готова. Снимаю ее с огня и сейчас расскажу, что буду делать дальше. Итак, наша каша полностью готова. Как можно видеть, некоторые крупинки гороха полностью превратились в пюре. А некоторые остались целенькие, но они мягкие. Я добавляю черный молотый перец по вкусу. И при необходимости добавляю соль. Если в вашем случае соли хватает, то можете ее больше не добавлять. Хорошо перемешиваем и каша уже готова к употреблению. Но в моей семье любят, когда каша доведена до пюреобразного состояния. И я это буду делать при помощи погружного блендера. Это займет всего пару минут. Но если у вас нет погружного блендера, а вы хотите добиться пюреобразного состояния, то это можно сделать при помощи обычного приспособления для приготовления картофельного пюре. Вот такой консистенции каши у нас получилось. Это очень вкусно и очень полезно. Горох имеет настолько уникальный и богатый состав, что способен заменить в рационе питания даже мясо. В него входят витамины группы В, витамины А, Е, бета-каротин, такие ценные микроэлементы, как фтор, селен, хром, цинк, медь, йод и другие макроэлементы калия, магний, калий и фосфор. Много углеводов и растительный белок, различные аминокислоты и другие полезные вещества. Все это благотворно влияет на весь организм. Существует мнение, что горовы даже снижают риск возникновения онкологических заболеваний. Приготовьте вы вкусную и полезную гороховую кашу по этому рецепту, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok